Здравствуйте, дамы и господа! В эфире канал Максима Кравчинского, где мы с вами вспоминаем различные факты, байки, легенды, исторические анекдоты, так или иначе связанные с русской песней и русской культурой. Сегодня я хочу поделиться радостным событием. Ну и те, кто смотрит канал давно или заходит ко мне на сайт kravchinsky.com, они знают, что помимо всех прочих увлечений, последние пять лет я занимаюсь выпуском дисков под маркой Kismet. Kismet это старейший лейбл грамзаписи русского зарубежья. Фирма была создана в 1938 году. Ее создали русские эмигранты первой волны. Анна Дмитриевна Корниенко и ее муж Дмитрий Николаевич Корниенко. Анна Дмитриевна вообще была грузинской княжной. А Дмитрий Николаевич был талантливый музыкант. И первое время фирма выпускала пластинки, где его ансамбль играл всякие популярные мелодии. Но, к сожалению, вскоре после того, как фирма была создана, Дмитрия Николаевича не стала. И Анна Дмитриевна стала сама, так сказать, у руля этой компании. И существовала она с 1938 года под ее руководством до самого начала 1980-х годов. А конкретно до 1980-го года. Представьте себе, больше 40 лет. Кого она только не выпускала под лейблом «Тесмет». Она выпускала и Вадима Козина, и Леонида Утесова, и, конечно, эмигрантов Вертинского, Морфеси. И, в общем, кто только там не издавался под этим лейблом. Но годы берут свое. И когда Анна Дмитриевна составилась, так получилось, что в это же время в Нью-Йорку стремилась третья волна русской эмиграции. И среди тех, кто прибыл с этой третьей волной, был легендарный человек для русской жанровой песни, которого называют дедушкой русского андеграунда, Рудольф Фукс. Рудольф Фукс – это человек, который открыл миру Аркадия Северного. История эта известна. Если неизвестно, почитайте, пересказывать не буду. В общем, в далекие 60-е годы Аркадий Северный случайно пришел на квартиру к молодому инженеру Рудику Фуксу. И так они познакомились. И вот Рудольф Фукс, желая создать в Ленинграде своего Высоцкого, потому что в Москве Высоцкий был и гремел, а ему было обидно, как филофонисту, что Ленинград как-то обделен. Бардов много, но громкого имени нет. И он как бы в противовес Высоцкому попытался создать Северного. Конечно, с Высоцким Северный не сравнился, прежде всего потому, что работал в другом жанре и сам песен не писал. Но действительно он стал со временем королем подпольной песни, королем блатной песни. И вот этим мы обязаны прежде всего Рудольфу Фуксу. В 79-м году Фукс эмигрировал. И, конечно, когда человек чем-то горит, то явления, события, они словно притягиваются к нему. И вот Фукс купил, хотя он был молодым эмигрантом, но звезды так совпали, что он купил эту фирму у постаревшего же Анны Дмитриевны Корниенко. И руководил ей с 80-го года до 2000-го, то есть на протяжении 20 последующих лет. Фукс придал такую новую свежую струю деятельности Кисмета. Он издавал уже не только этих-то старых артистов, хотя любил и, так сказать, понимал традицию, но он издал под маркой Кисмет 8 дисков Владимира Высоцкого. Он издал диски Александра Розенбаума, Александра Галича, «Машину времени» первый большой диск издал Рудольф Фукс под маркой Кисмет. И иногда он, правда, делал такие маркетинговые ходы, уходя от обязанности платить авторсти. Скажем, диск Галича был издан под лейблом Фортуна, формально, хотя все знают, что это Кисмет на самом деле. И диск Розенбаума под лейблом Сайнрекордс, и некоторые диски Высоцкого тоже. Но все это фактически был Кисмет. Но, опять же, годы берут свою, ситуация изменилась, пластинки стали никому не нужны к концу 90-х годов и всякие прочие обстоятельства. Заставили Рудольфа Фукса отойти от активной деятельности. В общем, под лейблом Тисмет он долгие годы ничего не выпускал. Последний проект Аркадия Валерия Вьюжной, «Салют Аркашам», такой диск был, вышел в 99-м году. И потом было долгое молчание. И вот по совету моего друга, коллекционера из Техаса, теперь из Коннектик, это Андрея Зеленева, и моего друга детства фактически, мы с ним познакомились на почве любви как раз к жанровой песне. Много-много лет назад я еще в школе учился. И Андрей говорит мне, а слушай, вот Тисмет же легендарная марка, и как бы под ней столько всего выходил, и коллекционеры всего мира до сих пор гоняются, и ничего не выходит. Может быть, ты с Фуксом уже знаком, подхватишь этот лейбл? А я действительно к тому моменту уже помог Рудольфу Фуксу издать его мемуары, которые назывались «Песни на ребрах», «Высости», «Северные Пресли» и другие. И в общем, был с Рудольфом Израильевичем неплохо знаком. И действительно, мне эта идея так понравилась. К тому же, я уже выпуском дисков занимался до этого. Выпускал и DVD Алеши Дмитриевича в 2013 году, к столетию со дня его рождения. Выпускал компакт-диск «София Реджи», такой мигрант из Харбина, «Песни улицы» она исполняла. В общем, какие-то такие проекты уже были к тому моменту. Выпускал стихи Константина Кузьминского в его памяти в 2015 году. И как-то вот идея Андрея, она легла, что называется. И Фукс сам с энтузиазмом подхватил эту всю историю. И вот с его разрешения с 2015 года «Кисмет Рекордс» получил, так сказать, третью реинкарнацию «Кисмет Рекордс» получилась в 2015 году. Начали мы этот проект с выпуска такого альбома «Окопные песни». Приурочили его к юбилею Победы, тогда, по-моему, 70 лет отмечалось в 2015 году. Аркадий Сержич и Николай Афонин сделали блестящую аранжировку. В общем, спели все это. Я подобрал репертуар. Интересная получилась пластинка, очень быстро разошлась. И как-то все вот так получилось. И на сегодняшний момент все перечислять не буду. Кому интересно, как живет «Кисмет Рекордс» сегодня, заходите на мой сайт «Кровчинский.ком». И там есть раздел «Кисмет Рекордс». Подробно его история изложена с 38-го года до наших дней. Прямо по разделам, что было при первых владельцах, что делал Фукс. Пластинки представлены, описание их, картинки. И что происходит с «Кисметом» сейчас. Более того, там и мемуарный есть раздел. Надо найти так курсор, подвести. И он так выпрыгнет, что называется, в меню. Там и сам Рудольф Фукс вспоминает о «Кисмете». И коллекционеры, и те, кто издавались на «Кисмете». В общем, обширнейшая информация представлена. И скажу ли, что за эти пять лет вышло, я уже даже не знаю сколько, но, наверное, 15 новых проектов вышло. То есть каждый год я делаю один, иногда два, иногда даже три новых релиза. Все эти компакт-дисты, альбомы и известных авторов, и начинающих авторов, все именно неизвестны. Мы издавали «Славу Вольного», переиздавали первый альбом, делали новый альбом. Открыли такие имена, как Виктор Терехов, издали альбом Дениса Стрельцова из Петербурга, Валера Винокурова из Франции. В общем, обширная дискография уже на сегодня у «Кисмета». И продолжили традицию не только музыкальную, но и поэтическую. Я уже сказал, что в 2015 году, еще когда не под лэблом «Тисмет» это издавалось, а просто издавал диски, Константина Кузминского издал диск, где он читает стихи. Он, Николай Ивановский и Борис Тайдин. Для тех, кто в курсе вообще питерского андеграунда 60-70-х годов, легендарные имена. Ивановскому приписывается, скажем, авторство песни «Постой паровоз», хотя я в этом глубоко сомневаюсь, но вот такой человек. Ну а уж Борис Тайдин – это просто пионер, который стоял у истоков движения «Музыка на ребрах» и был одним из сооснователей легендарного подпольного лейбла «Золотая собака» в Ленинграде, за что дважды сидел в тюрьме. В общем, вот такие диски выходили. И сейчас, когда продукция «Кисмета», она только музыкой не ограничивается. Мы, в частности, из этих 15 дисков, один диск, изданный в начале 2020 года, это сборник стихов Елены Щаповой, бывшей жены Эдуарда Лимонова, главной героиней его романа «Это я, Эдичка», тоже была издана под лейблом «Тесмет» MP3-диск, оформленный Михаилом Шемятиным, где Елена Сергеевна сама читает свои стихи. Так что вот такая музыкальная и литературная традиция как бы стала проявляться в «Тесмете», в третьей его реинкарнации. И вот совсем недавно появился новый проект. Случился он буквально неделю назад, в сентябре 2020 года. И я сам не ожидал, честно говоря, что он появится. Вот как-то всю атмосферу какие-то сигналы посылает, и раз, появляется что-то новое. Это книга, книга стихов. Причем книга необычная, потому что она напрямую связана и с русской жанровой песней. Это сборник стихов легендарного совершенно человека, мифического почти что, классика русской литературы 20 века Юза Олешковского. Называется «Свиданти с музой. Стихи и песни». Чем эта книга интересна? Во-первых, тем, что Юз Олешковский за свою длинную жизнь. Мы издавали эту книгу к его дню рождения. 21 сентября 2020 года Юзу исполнился 91 год. И вот мы спешили и успели издать эту книгу. Юз, правда, получила свою половину тиража с опозданием, но успела совсем недавно на днях. Но эта книга за его более чем полувековую литературную деятельность является первым и единственным на сегодня в его библиографии поэтическим сборником. До этого издавалось огромное количество прозы и детской литературы, и всем известных произведений, как «Николай Николаевич», «Мастеровка», «Рука», «Тенгуру». Песни издавались. В частности, в библиотеке Ваганта был сборник песен. Был такой маленький книжка, такая малютка, очень красиво сделанная, «Окурочек» с песнями. Но стихи Юза печатались до этого только в интернете. В книгу они собраны все впервые. Здесь стихи и песни. И издал я эту книгу. Сам не знаю почему. Как-то так все родилось. Я не думал, когда предложил Юзу издать стихи, я не думал делать это под лейблом «Тесмет». А издалось все под маркой «Тесмет». «Тесмет Паблишинг». Вот такой получился интересный проект, такой мостик между музыкой и литературой. Чем еще интересна эта книга? Во-первых, издана она тиражом коллекционным. 100 экземпляров. Вернее, 120, но в продажу поступило 100 экземпляров. Каждый из этих экземпляров нумерован. Вот здесь на авантитуле указан экземпляр номер 49, например, у меня в руках. Да, и таких экземпляров 100. Книга эта еще интересна тем, что вокруг нее много интересных ярких имен. Начнем с того, что, скажем, на обложке фотографии Юза Олешковского, которую сделал его большой друг Леонид Ермольник. Внутри целая серия стихотворений с посвящением друзьям Юза. И тому же Леониду Ермольнику, и Михаилу Барышникову, и Александру Ширвинту, и Олегу Чухонцеву, и Андрею Битову. В общем, масса посвящений людям, которые всем известны и которые заметны в русской культуре. И эмиграции, и российской культуры. Вот такая история. Что здесь еще интересно? Ну, здесь есть несколько фотографий Юза с женой, потому что свиданте с музой. Книга, очевидно, посвящена его музе и супруде Ирине. Здесь есть рисунки. Скажем, раздел песни притворяет рисунок Вячеслава Сысоева. Это был такой очень интересный этот рисунок из коллекции Юза. И сюда же вошел цикл подражания старинным поэтам Китая, который мы тоже так очень интересно оформили. Отбили каждый рисунок китайским иероглифом, обозначающим номер порядковой той или иной миниатюры. Вот такая книжка вышла. Я хочу поблагодарить Михаила Китайнера, поэта, писателя и редактора, который помог сверстать эту книгу, помог сделать дизайн и напечатать ее. Потому что сначала я хотел издать ее в Америке, но когда пришла российская верстка, то американский сервис почему-то закапризничал и отказался этот PDF-файл принять. Я уже было расстроился, а потом подумал, ну а что я издам в России, как-нибудь Юзу переправлю. И в итоге так все и получилось. Последнее, о чем хотел сказать, книгу подытоживает, скажем так, послесловие сына Юза, известного сценариста Алексея Лешковского. Называется «Бог проявляется в деталях». Так что вот такая книга уникальная получилась. Просто показываю, потому что фактически половина тиража, которая осталась в Москве, она вся к моменту вот этой записи практически вся уже распродана. А половина ушла Юзу, и он ее продавать не собирается, потому что он просто будет дарить ее своим друзьям. Там одних посвящений, наверное, дюжина. Вот каждому отдать и ничего уже не осталось. Просто похвалился, что в дискографии Тесмета появился такой литературно-музыкальный проект, чем я лично очень горд. Потому что и сам собираю литературу третьей волны и являюсь большим поклонником Юза Лешковского. Наверное, это все, что я хотел сегодня сказать. Рассказал вам про историю Тесмета Реккорс, похвалился, прорекламировал совсем свежий проект. На этом сегодня все. Понравилось, ставьте лайки, не понравилось, критикуйте. А главное, подписывайтесь на канал. Я от всей души хотел вас всех поблагодарить, потому что полгода ровно практически сегодня. Вот 3 октября будет полгода, как канал заработал в полную силу. И мы добрались уже до тысячи подписчиков и уже так уверенно перевалили ее. Я так думаю, что такими темпами, в общем, не за горами и 10 тысяч. Ну, конечно, не в этом году и даже не в следующем. Но мне очень нравится эта тенденция. И самое главное, ваша поддержка, внимание, значит, мы, наверное, пути. Спасибо, друзья. До новых встреч. Пока.